Традиционно в первые выходные февраля по всей стране выпускники возвращаются в свои школы. Встречаются с одноклассниками, друзьями, чтобы с ностальгией вспомнить школьные будни, праздники, повидаться с учителями и поблагодарить за их труд и знания. Кто-то ненадолго покинул класс и вернулся в Дом Знаний, чтобы самому быть учителем, по примеру, своих наставников. О современных педагогах Центрального региона, в чьих руках образование наших детей Александра Гойтен. Заинтересовать даже самых маленьких учеников новым для них иностранным языком и закрепить правильное произношение слов на английском. Игры занятия от педагога Марии Двораковской, по душе особенно в начальной школе. Попробуем описать, как она выглядит, что нам мышка расскажет. I've got big ears. Повторите-ка. Big ears. Из вуза в восьмую школу. Мария приехала четыре года назад. Жодина стала для молодого педагога первой ступенькой в профессию. Свои знания передает ученикам, а дети вдохновляют Марию на оплюшевое творчество. Их называют игрушки-амигуруми. То есть схемы можно найти в интернете, например, можно создавать самим. И разные игрушки вязать. С детьми занимаемся. Тоже показать им пример, что можно не только заниматься учебной деятельностью, но и чем-то разносторонним и найти себе увлечение. Лучший молодой учитель Жодина тоже из восьмой школы. Преподаватель истории Юлия Крупович. И в научную экспедицию отправится в Белорусское село. И соберет экспонаты в Краеведческий мини-музей. А еще поддержит в школе республиканский патриотический проект. Знала я о том, что стану учителем уже с седьмого класса, потому что любимой игрой была именно игра в школу. Я рисовала себе карты, садила все свои игрушки и начинала играть. Вот спустя 10 лет я учитель. Работаю я свою очень люблю именно за общение с детьми. Восьмая школа Жодина – площадка для инициатив молодых специалистов и педагогических стартапов. Несколько лет здесь работает проект по поддержке новичков в профессии. Педагогический коллектив нашего учреждения образования насчитывает 94 человека. Из них 37 человек – это молодежь. Та системность работы, которая существует, а это и участие в работе городской школы становления, это и школа молодого специалиста, это и наставничество. Все помогает для развития каждого нашего молодого специалиста. Некоторые выпускники ненадолго покинули класс и вернулись в школу, чтобы стать учителем, по примеру своих же наставников. В Жодинской школе к этой традиции относятся с особым трепетом. Историю достижения берегут и передают через поколения. Творчеству не только учеников, учителей посвящают выставки. Вязаные игрушки, 3D-елочные украшения из бумаги, авторский декор. Хобби своих педагогов разделяют и школьники, как и подготовку к конкурсам профессионального мастерства. Только из 8-й школы 5 финалистов городского этапа – лучший учитель. Хоть до весны месяц Алина Шаройкина уже готова отправиться на двухколесном по эко-маршрутам. Пусть учитель химии и биологии сама, как дюймовочка. На уроках – дисциплина. Среди учеников – уважение. С учениками этим же летом мы, конечно, небольшую дистанцию ездили. Ездили здесь, в Бутаково, недалеко, на козью ферму. Тоже устраивали велозаезд. Работа учителя и ученика не заканчивается со звонком. Совместные проекты вне школы развивают кругозор и помогают детям держаться правильных ориентиров. Помимо того, что я учитель математики, я являюсь классным руководителем. Это очень интересная такая деятельность в моей профессии. Мой класс в школе занимается волонтерством. Мы собираем в данный момент, вот в январе, в феврале, мы собираем корм для приюта бездомных животных. Многие пробуют себя учителем, будучи еще студентом профильного вуза. Как и Илья Кулик. Скоро он окончит БГУ, но уже трудится педагогом в первой школе с Миловичей. Тайм-менеджмент молодого учителя работает с точностью до минуты. С первым звонком Илья Александрович уже в классе. После школьных занятий возвращается в столицу, чтобы учиться самому. Работа с детьми достаточно интересна, забавна. Иногда бывает такое, что приходишь с каким-то подавленным среднем после университета, а дети такие веселые, резвые, на дороге учу, ПДД, еще в этой школе учусь. В этом году со школы решили связать свой трудовой путь почти 900 молодых специалистов. Всего же в профессиональной педагогической семье Минской области более 28 тысяч учителей, которые каждый день открывают мир интересных и увлекательных знаний для наших детей. Александра Гойтон и Андрей Христин. Новости Центральный регион.